У нас там началась целая боритовая лихорадка. Курица не птица, Монголия не заграница. Образцы размеров колоссальных. Хангабаба, да. Я организовал свое собственное предприятие. Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать в клубе Камневеды. Приветствую всех зрителей нашего канала Камневеды. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайки. И присылайте свои самые разные отзывы о наших лекциях и о наших встречах. И, пожалуйста, давайте нам темы, которыми мы можем здесь вас порадовать. Уже немало лекций мы провели именно по заявкам наших зрителей. Сегодня у нас вообще на самом деле не лекция. Инье и чего. Ну, такое легкое заседание, значит, связанное с тем, что у нас открывается полевой сезон. Сейчас будет лето, вы все разъездитесь, не будет наших, так сказать, встреч. Каждый будет рассказывать о том, куда он съездил. Но это будет уже осенью. На самом деле в этом году как-то у нас маловато людей, которые путешествовали. Вот в прошлом году много было людей. Все строились в очередь рассказать о своих путешествиях. В этом году вот у нас только постоянные такие путешествники. Вот, значит, Володя, значит, Олег рассказывал, там еще кто-то немножко. Ну, а мы втроем открыли сезон немножко раньше летнего сезона. Причем открыли его за границей. Ну, сейчас для жителей Советского Союза, конечно, как раньше говорили, Монголия не птица, в смысле, кто там не птица-то? Курица не птица. Курица не птица, Монголия не за границей. Вот, то же самое можно сказать сейчас и про Казахстан, что типа Казахстан не за границей. На самом деле, друзья мои, это нормальная братская страна, прекрасная братская страна. Я в нее влюблен очень-очень, так сказать, много лет. И на самом деле, первый раз я лично попал на Монгошлак в 1983 году. Потом были еще поездки 1986 года, 1988 года. Наш отряд музея все время там пасся. Почему? Потому что Монгошлак в те времена отличался тем, что там был урановый карьер, крупнейший, одно из крупнейших месторождений урана в Советском Союзе. И там была техника. И это все разрабатывало Министерство среднего машиностроения. И для подарков внутри своего министерства, и просто для подарков для всего, эти ребята привозили в степь, значит, огромный бульдозер, американский Катерпиллер Д-9. И таким клыком взрывали породу, так сказать, как бы раной, да, проходили по крепчайшим породам, состоящими из гетита. И получали вот такие сувениры. Вот видите, вот до сих пор, вот тех времен сборы были настолько огромны, что они все время попадаются в коллекциях. И вот это вот как раз визитная карточка Монгошлака, куда мы вот с отрядом музея все время стремились. Ну а ребята эти добывали все это в феврале, в марте, в апреле. И мы стремились попасть на Монгошлак, именно вот, так сказать, к их разбору. И у нас у всех сложилось такое мнение, что это жуткая сторона. Потому что, когда мы первый раз приехали в феврале месяце, температура минус 20, там минус 15, минус 20, и ветер 25-30 метров в секунду. Работать можно было буквально 2 часа в день. Потому что все остальное время это было просто невозможно. И поэтому, так сказать, Монгошлак у нас всегда был таким очень серьезным испытанием. Кроме того, мы старались приехать пораньше, в марте и апреле, для того, чтобы дальше ехать в Туркмению на известные месторождения Байна-Укыр с целистинами, которые тоже очень известны. И находятся, наверное, у многих коллекционеров эти целистины. А вот в этом году мы решили поехать так, чтобы была комфортная погода. То есть тогда, когда там начинается настоящая весна. И наш выезд был 30 апреля уже. И мы 30 апреля вот втроем из Москвы договорились с ребятами. То есть у нас собирался, так сказать, по-тихому отряд небольшой. Мы вылетели туда на Монгошлак. Но здесь вот посмотрите, первая такая вот картинка. Эта картинка сделана сейчас. Мы попали, то есть мы прекрасно отработали, но потом начались дожди. И вот эта фотография, она, кстати говоря, изображена. Это очень интересное место. Это обрыв плато Устюрта в сторону Монгошлака. И вот эти вот горы, которые стоят и окружают, вот такие вот как бы, их там по-сякому называют богатыри, там батыры, там как угодно. Ну а вот это место изображено, вот купюра Казахстана, тысячи тенге. И здесь вот как раз как бы нарисованы, значит, виды вот этого Монгошлака и именно вот этой вот горы. Так что можете вот посмотреть, что значит казахстанские деньги. Это все-таки валюта. Это, в принципе, небольшие деньги. Это один к пяти, это 200 рублей приблизительно по-нашему. Вот. Ну и... Я думал, это 100 рублей новые. Нет, это не 100 рублей. Да, это все-таки казахстанские деньги. Вот. И наш отряд вот такой небольшой. Ну, все время у нас будет по 6 человек, потому что один все время будет снимать. В данном случае Иван фотографировал, да? Вот. Это, собственно говоря, первый день работы. И вот как мы выглядим. Что я хотел вам рассказать про общее положение, собственно говоря, Монгошлака. Ну, вот, чтобы вы знали, где он находится. Потому что многие люди задают вопрос, а где это Монгошлак. Хотя это очень известное такое место, как бы, когда изучали географию. Это полуостров, который глубоко вдается в Каспийское море. Когда людям говорят, что это уже Казахстан, они все удивляются. Да правда, что ли? Что ли, нет. Значит, Монгошлак славится своими совершенно потрясающими полезными ископаемиями, которых там очень и очень мало. То есть, это, значит, вот эти вот гетитовые руды. Но гетитовые руды, ввиду их такого строения и концентрации железа не очень большой, они там не эксплуатируются. Хотя запасы их колоссальные. Марганцевые руды, которые тоже известны прекрасные месторождения с конкрециями, с прекрасной минерализацией. Они тоже не эксплуатируются. Целестиновые руды, значит, собственно говоря, ради которых мы и ездили. Это стронций-баревая минерализация. По этому показателю в советское время Казахстан, вот эти месторождения Монгошлака, они давали нам положение второй стороны, собственно говоря, мира по запасам стронция. Теперь у нас стронций вообще не разрабатывается в России, а в Казахстане стронций тоже не разрабатывается. Поэтому эти месторождения тоже колоссальные по своим запасам и так далее, но они тоже не разрабатываются. Что там разрабатывалось? Разрабатывалось урановое месторождение, которое состояло из очень интересной такой, так сказать, субстанции, как, чтобы вы представили, впадина Крыгея. Если бы изучали в советское время, дай мне палочку, я покажу, где впадина Крыгея, или кто-нибудь из вас пока. Вот, посмотрите, вот это октау столицы, да, и вот впадина Крыгея, вот это она огромная. И вот в этом месте, вот это самое низкое место, минус 138 метров, то есть это ниже уровня мирового океана на минус 138 метров. И в этой впадине Крыгея были разрезы, то есть это что такое, когда идет фронт, добычной фронт, стоит отвальный мост, и, значит, по железнодорожным путям едет огромный роторный, так сказать, железнодорожный такой экскаватор с диаметром ковшей, ну, как вы видели, как добывает уголь сейчас современный, да? Где 20-метровое такое колесо и полтора-два кубометра каждая лопатка. И вот таким вот образом здесь добывают уголь, а там необходимо было углубиться на глубину 80 метров, это породы, которые накрывали урановую руду, так? И это все отбрасывается на другую сторону, то есть получалось так, что карьер очень узкий, но длина его была 11 километров, вот такой фронт. Вот они вот так вот ползли, открывали, забирали эту руду, вот, которая состоит из зубов акул. То есть слой зубов акул от 30 до 80 сантиметров. Причем там такое колоссальное количество органики, что там все время ездил, опять же, техника вся, которая работала там, она была, КамАЦу, Катерпиллеры и так далее. Ездил огромный грузовик, значит, КамАЦу с огромной бочкой, и он заливал возникающие пожары. То есть такая вот интересная, хитрая руда. Поэтому зубами усеян практически весь мангошлаб акул. И там это не то, что у нас мы здесь, в Подмосковье, там, дай бог там раз в году мы найдем какой-то зубик. Но там надо все зубы проверять, потому что стучат они очень здорово. То есть можно найти зубик, но он будет очень сильно радиоактивный. Но и эти месторождения накрылись. То есть за 30 лет моего отсутствия там, значит, все месторождения, значит, Мангошлак обрел свою первозданную дикость. Но если сравнивать с, скажем, будем говорить с 86-м годом, что это было? Это была поездка, 5 человек, нога 66-м, по чистой степи, потому что дорога кончалась в Биенео, и где-то 700 километров до Ахтау, до столицы Мангошлака, надо было ехать просто по направлению. Там шла железная дорога, было видно ее столбы, и все ехали параллельно. Вот разбивают одну дорогу, сворачивают сюда, потому что весь Мангошлак представляет из себя абсолютно ровная плата с дальностью обзора в бинокль до 20-30 километров. Вы можете в хороший день рассматривать, так сказать, на такую дистанцию. И это все ровнейшая глиняная пустыня. Соответственно, в 66-м куча пыли, это тряска постоянная, потому что дорога не ухоженная. И где-то из тысячи километров маршрутов на автомобиле по Мангошлаку, дай бог, если мы вдоль моря, в районе Ахтау, проезжали 100 километров по хорошей дороге. Сейчас все изменилось с точностью до наоборот. То есть туда, в Ахтау, из города Уральска через другие города идет прекрасная трасса, автомобильная, ровнейшая, прекраснейшая. И мы проехали всего около, чуть больше 800 километров. Дай бог, если мы 50 километров проехали по такой целине. Причем ехали мы на роскошных машинах, на Тойотах, Прадо, на двух машинах и, в общем-то, чувствовали себя великолепно. В общем, мое впечатление от Мангошлака, какой он был и какой он стал, это абсолютный отдых. Потому что так прекрасно, в поле я еще никогда не ездил. Была роскошная погода, были роскошные хозяева, которые нас принимали, ребята. И была хорошая компания. Теперь твои впечатления о Мангошлаке. Вот когда человек попал первый раз туда. Я начну немножко с того, что Дима предложил съездить на Мангошлак где-то в конце зимы. Я сразу же согласился. Потому что для меня это считается экзотикой. Я человек больше северный, люблю север России. И на такие юга, когда езжу, я обычно очень сильно обгораю. И не особо люблю солнце. Но так как Дима сказал, что температура там сейчас самая фривольная, я подумал, что надо пробовать. И тем более после лекции, которую Дима нам читал про Мангошлак и про поездку, очень много осталось какого-то незавершенного. Хотелось это все увидеть на самом деле. Собрались довольно-таки быстро. Сели в самолет. Только успеваешь в окошко в иллюминатор смотреть, как пролетают зоны, климатические зоны. Вот она лесостепь. Вот уже астраханские, получается, степи. Вот уже мы вылетаем под на море. Вот уже Мангошлак. Что первое увидели? В иллюминаторе видна была пыль. Вид был так себе на самом деле сначала. Сначала у меня Дима спрашивает, ну как ты, как ты, Мангошлак? Я вот помню. Я говорю, я ничего не вижу из-за пыли. Ну, потом, когда ниже начали садиться, было видно, получается, формы рельефа, куэсты. А видно было, получается, что... Ну, даже с самолета видно было, что это бывшее море. Что начали садиться, прилетели как будто, ну, какой-то аэропорт типа Читы, но гораздо жарче. Ну, такое же, вот знаете, как будто, я не знаю, я вернулся немножко назад в 2000-е годы. Немножко чуть-чуть назад в будущее. Назад в будущее. С удовольствием начались рассказы. Дима очень мне много рассказывал. Я гнался за определенными вещами. Сами знаете, люблю всякие сферические предметы. Вот. Ну и он меня уговорил, что там будет гетит, кошачий глаз. То я подумал, вдруг я сделаю себе такого, как бы, челюсть получается из вот подобных вещей, из кварцев. Подумал, что еще там можно, ну, я подумал, что все равно что-нибудь найду. Без этого не останусь. Так и оказалось, на самом деле, набрали материала очень много. Материал уникальный, и я ни у кого в коллекциях таких будущих сфероидов не увидел. Не видел никогда. Ну и мы подождем, когда сфероиды сделают. Вань, а твое впечатление, какое было первое? Я поехал вообще отдать дань уважения этому месторождению. Потому что у меня есть образец очень красивый, мне достался из коллекции Кварца с геотитом. Вот, и я думаю, как же он добывается? Что это за труд? И это очень жесткий труд, потому что, я говорю, мы нашли точку. Без кемпир это было? Да. Вот. Остались на целый день там. И нужно очень много долбить, если вручную. Потому что Дмитрий рассказывал, он и был эскаватор, они поднимали и собирали. Вот просто доходишь, как картошку. А там просто нереально поддолбиться, даже с перфоратором совсем. То есть это огромный труд. И теперь я ценю образцы эти намного больше, добытые. Вот. Ну мне понравилось еще цвестимым газа. Потому что выходишь, вот там ходишь, собираешь. Просто красиво, прекрасно. Очень понравилось. Я бы сказал, выбираешь. Выбираешь, что взять, а что ставить. Ну вот, видите, первое впечатление. Значит, другая, другая как бы страна. Ну немножко, вот, собственно говоря, вот спутниковая фотография. И здесь на фотографии видно вот эти вот горы. Видите, вот такие вот они так выделяются. Вот Актава опять столица. И весь Мангышлак, он состоит, собственно говоря, вот этот вот полуостров Тюбкараган является продолжением вот этих вот гор. И видите, как, значит, мы перевели. Мангышлак это типа место многих горов, где много ночевок, каких-то стойбищ там и так далее. Да? Древнее название Мангышлак. Да. Потому что было Мангышлак. Это было Мангышлак в советское время. Сейчас они переименовали именно на казахский манер. А все горы здесь, которые находятся, очень здорово. Вот эта осевая гора называется Каратау. И здесь есть восточный и западный Каратау. То есть черные горы. Город Актава называется потому, что вот так вот, параллельно ему, да, идут горы Актава. То есть белые горы. И эти же горы, это будет у нас южный Актава. А вот там вот, вот здесь вот, идут тоже эти горы. Тоже называются Актава. То есть ничего такого специального в топонимике нет. Но только они называются Северная Актава. Что из себя представляет западный Каратау и вообще Мангышлак? Вся эта территория долгое-долгое время, начиная с герцинской поры, это 350 миллионов лет, она была морем. И там спокойно, так сказать, накапывались самые разные, самые разные осадки. Так. Потом осадки эти накопились, море простиралось, ну, чтобы представить, Черное море, потом всякая Куманышская впадина, потом вот эта вот, наша Астраханская область, Прикаспийская низменность. Море уходило в сторону Арала, а от Арала оно уходило, и вся Западная Сибирь была тоже под водой. То есть это вот все входило, так сказать, как одна из лагун, скажем так, гигантского, так сказать, океана, но мелководного. Потом, когда пришла четвертичная, так сказать, четвертичная горообразование, то есть последняя Альпийская, вот, тряханула, то есть приехала к нам плита со стороны Аравии, ударила по Закавказию, поднялся Кавказ и вспучила вот это вот, как раз, вот это вот, каратау. И вскрылись породы, так сказать, верхнепротерозойские, то есть щитовые породы, которые как раз и несут себе вот эту всю красоту. То есть горы и восточный, и западный каратаушек, ну, у них там место названия каратаушек, представляют из себя месторождение железа с запасами 2 миллиарда тонн. То есть это колоссальные запасы, и то, что мы добывали в советское время, вот именно этими бульдозерами, находится на самом-самом краю, вот здесь вот, около поселка Таучек. Вот, около этого поселка, и называется это железная горка. Ну, и вот сейчас, а все остальные горы, которые между каратау и октау в обе стороны, это все были водоемы, в которых накапливалась стронцевая минерализация. То есть вот, как бы все в одном месте, но все в колоссальных объемах. Ну, вот наша прекрасная физиономия, вот, это прекрасный человек, про которого, как раз Олег сказал, два прекрасных человека. Это вот Станислав, организатор всех этих туров, и его помощник Дмитрий. Дело в том, что огромное количество людей, Станислав, он работал тоже на урановом комбинате, и он все время пытался, значит, уехать. Он говорит, вот сейчас до работы, и поеду, он сам с Украины. Буду уезжать. Ну, вот, потом у него там не очень хорошо семья получилось, он развелся, говорит, ну, все, теперь точно уезжаю. Но, получилось так, что он, значит, в надежду свою, нашел свою надежду, нынешнюю супругу свою, а она местная. И он, говорит, я что-то собирался, собирался, и так, короче говоря, и остался. Вот, и у него магазин в городе, где он торгует всякими вещами для хобби. То есть, он, как бы, у него магазин, официально считается антикварный. Но он торгует там и книгами, и монетами, и какими-то еще находками. В общем, к нему тащится с всего города все. В том числе, он, зная о ценности вот этих образцов, периодически притаскивает, и он это тоже покупает. Вот, и, собственно говоря, все русское население, мы в этом удостоверились, потому что есть несколько компаний, которые там занимаются турами. То есть, казахи стали заниматься сельским хозяйством, в первую очередь, верблюдоводством, да? Вот, а русские ребята устраивают туры, и у них очень маленький сезон, короткий, потому что летом очень жарко за 40, зимой очень холодно, минус 20. Поэтому, вот, весна и осень, это у них такое вот время, как бы, ну, как сказать, заработка, да? Комфортная. Да, комфортная, да. Вот, потому что мы уехали буквально на следующий день, то есть, еще мы были там, а уже прилетали люди из-за рубежа, то есть, группа из пяти иностранцев, которые именно интересуются палеонтологией. Что касается палеонтологии, мы ее вообще не касались, но мангышлак в этом отношении абсолютно просто уникален. То есть, там такое колоссальное количество окаменелости, начиная с юра, мел, неоген, полиоген, то есть, это все, конечно, палеонтологический рай. Это вот, кто нас слышит, сейчас смотрит наши камневеды, подписывайтесь на наш канал и, соответственно, можете, так сказать, мечтать о мангышлаке. Ну, вот, ваш покорный слуга следующий. Иван Павлюк, пожалуйста, здесь представлен, Олег Михайлов представлен и вот еще у нас еще Гафар был и Сергей. Это ребята, мы с ними познакомились еще на Кавказе. У нас кто-то здесь есть, кто с Гафаром пересекался на Кавказе или нету? А, вот, Дима Петрухин, все правильно. Вот, вот, вот с тех пор мы с Гафаром дружим и они приехали на своей машине просто с той части Каспия, то есть, из Махачкалы на машине приехали к нам. И вот таким образом у нас получился наш отряд. Ну, как выглядит обычная, вот такая вот степища, да? Было очень зелено, вот то, что вы видите, немножко такое серовато-зелененькое, да? Это очень, это ранняя весна, ну, хорошая весна, потому что верблюды довольны, у них такие улыбки, потому что куча вот этой травы. А вот здесь вот хорошо видно как раз, вот эти вот горы, они где-то в 15 километрах. А вот эта вот долина, это вот как раз Актау, а фото мы делаем с гор Каратау, вот этих вот, которые в центре идут. И, собственно говоря, вот это наша первая точка. Вот видите, она как выглядит, в виде коричневой такой полосы и вот здесь вот кое-какие канавки, здесь, здесь, здесь раскопаны. Это как раз то, что называется железная горка. И вот именно здесь, вот эти бульдозеры взрывали всю вот эту породу и добывали вот этот вот кварц с гетитом. Это вот наша первая точка. Ну, и довольный Михайлов, значит, сразу прислонился к большой глыбищи, значит, сразу, значит, отбивать гетит. Что там интересного? Дело в том, что все, конечно, собирали кварц. Но вот у Олега свой интерес, он про него еще расскажет, да? Я его смутил тем, что разведку в свое время самоцветчики вели на вот это обрамление этих полостей. То есть там гетит очень тонко-игольчатый и очень плотные агрегаты. И они обладают эффектом кошачьего глаза. То есть при полировке они получают эффект кошачьего глаза. Но мы это увидим, когда Олег сделает свои... Так, давай дальше рассказывай. Вот. Или Ваня, или кто? Первая точка у нас была вот эта железная горка. Да не, он не так далеко добираться. Приятное месторождение. Явно все уже окислено. Железная руда полностью окислена. Все вниз и не знаю до какого момента. Все превращено в гетит, гидрогетит. С полостями получается кварца различного. Различного-различного. Мы там находили аметистики. Мы там находили разных цветов. От совершенно черных кварцев до аметистов. Все почти разновидности. Но только цитринов. Я там не видел прямо именно цитринов. Только все это мелкое. Потому что все уже перебрали. Дело в том, что народ... Вот ребята даже начали копаться. Народ приезжает туда и просто подбирает эти кристаллы. Потому что его название от Мексики получило ауролит. Когда у нас красный кварц с с аметистом и так далее. Но вот эти все вещи уже забрали на галтовку. И в принципе мы на этом месторождении, кроме гетита, поставили жирный кресло. Ну хорошие вы зато почки взяли. И я вам так скажу. Было бы это месторождение у нас на Урале. Оно было бы уже 10 раз вскопано было. Здесь такое чувство, что людям это не интересно. Меня это... На первой же точке меня это очень сильно удивило. И я понял, что здесь на самом деле место непуганных минералов. Минералов. Дичь. Да, можно найти вещи, которые просто люди не допилили. Представляете? То есть там действительно хорошие друзы, которые просто не допилены. И так и лежат. Ну вот то, что с поверхности здесь. Но мы в этот первый день заехали. Заехали, посмотрели, как себя чувствует Таучек. Значит, можно ли туда еще раз пригонять эти бульдозеры. Конечно, можно. Ну и вот то, что на поверхности. Вот так вот мы просто подбирали, пробежались очень быстренько. Ну вот здесь видно хорошо. Там вот как будто там капельки гетит. Вон видите, кварцы. И там вот на нем ежики гетит. А так это вот такой массивный гетит. Вот. И уже лимонит. То есть сильно окисленный, конечно. Олег прав. Вот. Ну вот ходим, что-то подбираем. И вот такая вот местная красавица. Я для себя взял... Я был очень удивлен лимониту, который такой, знаете, очень крепкий. А такого оранжево-желтого цвета. А прямо такой кристаллический лимонит. Я такого нигде не видел. И для меня... Мне показалось интересно. А самое что... Ну декоративная порода, которая больше всего мне понравилась. Это смесь получается гетита с лимонитом. И она как будто, знаете, как в вортексе закручена полностью. И получается какая-то такая мешанина. Не знаю, что из этого получится. Но я себе такой образец взял. Посмотрим, как оно будет при полировке. Ну вот гетит. Вот я держу гетит. Здесь мы, конечно, сейчас вы увидите, какие гетиты. Олег. А вот у Олега в руках как раз. Здесь хорошо вам видно. Вот. Видите, блок. То есть вот такой толщины. Это все. Один крест... То есть это длина такая кристаллов. То есть корка, состоящая из одного слоя кристаллов. Только они переплетены вот таким вот образом. То есть это вот такой толщины кора. Вон, видите. Сколько у тебя получилось? У тебя два куска получилось что-то там на 20 с лишним килограмм. Да, довольно-таки тяжелый материал. Но посмотрим, как он у себя в обработке получится. Мне очень интересно. А вот ОГОГИ и Гетит мы взяли. Вот это там массовый материал. То есть вот этого пинай сколько хочешь. И мы взяли эти почки. Вот будет, когда придет наш груз, значит почечка будет у нас в музее стоять. Такая прекрасная гетитовая почка. Ну вот, собственно говоря, такой материал. Но наши вечные друзья, там, когда мы едем, куда не бросишь взгляд, кругом верблюды. И это вот просто я делал картинку верблюдов. Вот они такие, они везде. И там они, причем вы знаете, в советское время там были в основном только драмадеры, то есть двухгорбые верблюды. А сейчас там колоссальное количество, за 30 лет там очень много стало бактерианов. Потому что бактерианы, они более как бы полезные. Драмадеры, они такие лентяи. А бактерианы дают больше молока. И там, конечно, огромное количество продуктов из кислого верблюжного молока. Мы все время пили. Как оно называется? Я не пил. Шуба. 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 Я не пил. Ну, мы... Ну... Иван пил. Я тоже пил. Хайпьян пил. Да. И я. И очень вкусный сыр. Сыр вообще потрясающий. Вот они такими небольшими кусочками. Очень-очень соленый. Но он как раз нужен в пустыне для того, чтобы там пополнять свой соляной, собственно говоря, баланс. Вот. Так что верблюды там это просто как у нас в овце. По сути там все то же самое, только верблюды. С кисломолочной продукцией в мангошлаке будьте аккуратнее. Да. Если вы не пьете молоко, то не стоит его литрами употреблять, когда вы туда сразу же приехали. Это чревато многими последствиями. Да, к шубуату надо привыкнуть. Вот. Ну, как бы... Каждому свое. Это ты хорошо, да. Ну, вот теперь следующая точка нашего маршрута. Правда, снята она с обратной стороны. То есть со стороны уже Каспийского моря. И как раз я там дописывал статью свою по ежикам Монгазы. Вот так выглядит гора Монгаза с моря. И здесь как раз, видите, остатки пристани и так далее. То есть большинство экспедиций в 18-19 веке зимовали именно вот в этой точке. И там еще за этими горами был уголь, и была угольная пристань, и возили уголь, и уголь. Причем там казахи в поселке Таучик гордо стучат себя в грудь и говорят, что во время войны к ним даже бомбардировщики прилетали, пытались разбомбить этот Таучик, поселок, потому что уголь шел в Сталинград. Вот, да. И они в Таучик говорят, мы тоже типа во время войны нас бомбили. Вот. Но это Каспийское море. А вот здесь вот, ну, фотографии я не знаю, я искал, искал, никто так и не сфотографировал. Дело в том, что вот прям по берегу вот этого, значит, моря вы подходите, и там великолепные Каспийские вот эти змеюки морские, которые кушают рыбкой, питаются, и их там колоссальное количество. Это такая вот экзотика. Так. Ну, вот теперь долина вот этой Монгазы. И здесь я хотел вам рассказать об одном совершенно потрясающем явлении, которое вы, скорее всего, нигде на всей территории России не встретите в таком виде. Это называется Тафони. Видите, что там такое? Тафони. Если их увеличить до размера, например, крымских, да, можно понять, как образовывались в свое время подземные города, да, но это работа ветра, это выдувание. Тафони переводится с греческого как могила, и они действительно напоминают такие вот, как бы, места, как будто вырыл кто-то, да, посмотрите, видите, они как тянутся. И их колоссальное количество. Вот. Причем они четко совершенно ориентированы. Запад и Восток. И вот посмотрите, самые красивые Тафони. Это вот Ваня там, когда сфотографировал, посмотрите, какие потрясающие. Вот. Причем, смотрите, вот это вот висит цементирующий, как бы, защищающий слой песчаников, да, а видите, где снизу вырабатывает, потому что ветер идет по степи, так, и, а здесь промоено. Соответственно, создаются разрежения и засасывает, да, то есть у нас получается, как бы, вакуумный насос. И внутри вот это все поднимается сюда, и очень интересно, что вот эти козырьки остаются и вырабатываются вот так вот. Ну, а чтобы масштабы вы посмотрели, вот, пожалуйста, вам, Олег. То есть вот масштабы, это, конечно, расскажи свои впечатления. Когда приезжали, мы, когда начали уже второй день путешествия, получается, мы приехали на Лонгазу, были встречены, получается, каньоны. Само собой, локальное поднятие было этого пространства. Само собой, получается, врез в виде каньонов, их там очень много. Каньоны очень красивые, в них прямо гуляешь, как в теньке там и так далее. Но, чем это отличает от других каньонов мира, тем, что направление ветра в двух раз, постоянное. Из-за этого формируются такие эоловые формы, это не рельеф, это выдувание, да, которые довольно уникальны, и ты такого не увидишь. Я такого не видел никогда. Вот, посмотрите, какие каньоны. Мы спускались прямо в самые каньоны. В таком же, ну, не сильно развитом каньоне находится и местороженец Элистинов, Унгазы. Ты спускаешься в совершенно сухую речку и выбираешь себе тот образец, который тебе понравится. Да, вот, пожалуйста, вот мы идем сверху этих хтофоней. Вот, это одна сторона и другая сторона. Вот, вот здесь хорошо видно, вот, пожалуйста, просто масштабы каньона, да, видите, люди, и как туда вообще дело уходят. Ну, Ваня, пожалуйста, туда забрался. Ну, там хорошо, прохладненько, Ваня, да? Просто замечательно. Я, конечно, такого удовольствия. Жить можно, конечно, сверху крышу натянул, и все. Но вот эти водотоки, но ребята говорят, что в этом году было очень много воды, и когда они приезжали сюда, ну, газу, то вот эти вот все каньоны, они были доверку заполнены водой, то есть было, так сказать, очень много воды. Ну вот, а вот посмотрите, собственно, каньоны, как каньоны, тофони. Запомнили термин? Тофони. Ниши выдувания. Причем они встречаются именно по всему миру, вот на Сицилии, там есть известные места и так далее, где очень сильные ветра и побережье моря, потому что каким-то образом это связано с еще и с парением соли, да. А Петра тоже? Что? Петра. Петра, а это промойна. Это вот, вот Варя стоит в промойне, да, и вот они стоят в промойне, да, вот она промойна реки, да. А вот это вот, то, что сверху, это уже стенки этой промойны, из которой выдуло. Может быть, там в Петре и наверху где-то есть такие ниши выдувания, но просто внизу, там же, ты помнишь, там метров пятьдесят, наверное, даже больше. Вот, а вот тут про что говорит Олег, вот посмотрите, видите, какое чудо. Вот этот бронирующий слой, и вот, пожалуйста, лежит такой вот красавчик и смотрит на тебя. Вот, пожалуйста, бронирующий слой, и вот, пожалуйста, лежит красавчик. И ты идешь так вот, да, это целестин, сейчас покажем, какие они. Ну, так они вот, как бы, в природе, вот они все забиты вот этим песком, этой гадостью. Ну, когда я в восемьдесят штом году собирал самую красивую друзу в музее Фердсмана, меня укусил скорпион. Мы здесь тоже без скорпиона не обошлись. Димыч поймал скорпиона. Вот, сейчас он здесь будет. А вот, пожалуйста, дырки, из которых мы в свое время добывали образцы. То есть, из которых мы уже изъяли образцы, видите, какие дырочки остались. Вот бронирующий слой, и вот здесь были целестины. И вот, пожалуйста, хорошо видно. Вот лежит молоток, и вот щель, и вот, пожалуйста, целестин. Но здесь он так не очень хорошо виден, но здесь он получше виден. И здесь он не сильно отпрепарированный, то есть он откололся. А Олег вообще взял вот такой кусок, и из него выколол просто массивный, значит... Ну, расскажи, Глаз, пожалуйста, блок. Получается, не все... Некоторые образцы, они сплошные. То есть, не все имеют пустоты. И получается, когда мы у нас сколы начали делать, увидели, что радиально чистое такое строение, и оно идет по всему, совершенно получается, по всему материалу. Меня это сразу заинтересовало. Хороший, нежный, голубой, легкий такой цвет, который в будущем... Я не знаю, как он отполируется, но, блин, если там будет видно радиальная лучистость этих кристаллов, и получается нежный голубой цвет, это будет просто прекрасно. Да, точно. Ну, вот так вот идет сбор. Так, вот дружка мы нашли одного, девочка-скорпионша. Я не знаю, как ребята определили, но они знают, что это девочка. По поводу этого скорпиона. Мы все привыкли к комарам, мошкам, мокрецам, слепням и так далее. Всем, что кусает, можно отмахиваться. Тут совершенно другое. Нету никаких комаров и так далее. Но есть вот такие ползучие гадачи, леностоногие всякие, арахноиды и так далее. Про которых рассказывают... Да, там все сколопендры, сельпуги. Палочники всякие, которые у меня на самом деле что-то особо... Я их не привык, не привык видеть. Это была сельпуга. И когда просто люди взяли этого скорпиона, он так лихо его за хвост взял, то есть за место, которое он жалит, он его вот так вот руками взял за хвост. И поднес спокойненько, говорит, смотрите, я, честно говоря, был так как-то... Ну, для меня это было в новинку, я такой мне привык, и это прямо экзотика-экзотика. Такого, наверное. Что? Ну, небольшой такой. Ну, говорят, что если он укусит, то... Это зеленый, да. Ну, вот меня он когда долбанул, этот скорпион, но это было пораньше. То есть это было где-то март месяц, да. Я сразу прижег, вот у меня даже здесь ожог на пальце на этом. Я прижег, вот, помочился, промыл, как говорится. Ну, вот я сидел минут сорок, у меня рука была просто как плеть. Я так сел, к стеночке прислонился, и мне так было хорошо-хорошо. Вот. Ну, и в принципе... Но если бы это было в это время, когда они уже, так сказать, беременные, когда у них там этот самый период такой... Нет, температуры не было. Нет, нет, температуры не было. Ну, вот такие тоже, видите, формы выдувания вообще везде стоят. На самом деле нам геологи старые про эти места, южные, рассказывали, что когда там стоят партии, грубо говоря, все равно в палатке не надо жить. Туда спокойненько потом приспосабливаются змеи, живут вместе с геологами, и уже становятся их так подручными друзьями, домашними животными. Хотя люди, которые там с Москвы или с Питера приезжают, змеи не видели, грубо говоря, для них сначала новинка. То есть быстро ко всему привыкаешь, поэтому... Ну, мы за все время ни разу ни одной змеи не увидели. Вот. Вот Иван, он их всех распугал, такой вот красавец. Вот. И Димыч нашел какой-то краснокнижный баран местный. Вот, значит, я хотел его забрать в Москву, но, видите, граница. То есть по России можно было посылку отправить, а здесь уже все. Значит, Казахстан, Россия, будет проверка, потому что это краснокнижная зверюга, и типа такое нельзя. Ну, а вот, собственно говоря, что мы находили. Вот, пожалуйста, что было. Красавчик, красавчик. Чтобы вы понимали, это как бы... Это средненькое, что там как бы... Так просто успел сфоткать, а дальше пошел искать нормальное. Там есть, ну, столько образцов. Потом мы... Некоторым нравились именно радиальная лучистость, когда вот такой пальмовый лист. Некоторым нравилось, грубо говоря, когда будет много пористых, ну, пористые, то есть когда ты видишь пустоты там и так далее. Я, наоборот, искал плотные какие-то образования в каждом своем. И я думаю, что это самая быстрая точка, когда мы нагрузились быстрее всего и почти ничего не копали и не искали. Ну, просто доставали то, что вот видно. Вот, в этом отношении, конечно, мангошлаг это просто... Вот, пожалуйста, еще образцы. Протрачные тоже образцы? Нет, они все, 30% они набиты песком, песчаником. Да, потому что бронирующий слой это вообще песчаник, причем плотный песчаник с кремнями, немножко кремненный. А здесь пески, вот, они такие даже на изломе поспальности у него. Вот будет статья, там будет все описано подробно, как, из чего состоят эти... И вот, пожалуйста, еще вот такая красота. Ну, вы представляете себе, да? С точки зрения геолога, когда я туда попал, когда ты попадаешь, получается, в это разионное, получается, место, ты смотришь, получается, на склон и видишь какие-то подобия флешовидных каких-то толщ, которые повторяются. Видно вот эти бронирующие какие-то песчаники. Но, единственное, что я не понял, почему в вышележащих, получается, вот этих же песчаниках, эти стронцевая, получается, минерализация не так сформировалась. Она, то есть, до какого-то уровня дошла. Бронирующая, а дальше не пошла. Но точно такие же слои выше есть. Я думаю, что просто либо ниже таких слоев не было, либо более пористые слои были снизу, и поэтому именно на этом месте очень интересное место. Ну вот, собственно говоря, видите, вот такие вот каньоны. Места, конечно, и постоянный ветер. То есть, вот видеозапись мы не сможем демонстрировать. Потом, может, какой-то фильм. Я пытался, вот, у Вани спрашивал, как смонтировать фильм. Ну, что-то я вчера весь вечер угробил, и черта у меня не получилось. То есть, ну, надо учиться. Вот. Ну, вот сама гора Унгаза. Вот она такая прекрасная. Вот. Горушка. Вот, пожалуйста, тоже еще один останец. Вот. И вот долина как раз между двумя этими Унгазами. Большой и малой. То есть, вот промойна. Вот. Это вот Олег сверху снимает. Вот туда спуск идет. Ну, и мы поехали, конечно, довольные, веселые и довольные. Значит, на брамше всего, что надо. Поехали к морю. И вот, так сказать, устроили себе просто очень приятно, когда там 22-25 градусов. Но пыль кругом. А вот на море, конечно, было очень приятно покушать. Вот. Ваня сидит и смотрит в сторону России. То есть, с той стороны Россия. У Вани все время такие романтичные фотографии получаются. Вот опять на фоне Унгазы. Вот. Обе головы. То есть, Олега стояла вон там. Вот была промойна вот эта. А так, на самом деле, промойна идут со всех сторон, так сказать, горы. И она является хорошим ориентиром. Следующее место. Вот это ты сейчас будешь величать. Давай. Вот это. Мы, когда ехали, немножко разделились. Ребята уехали вперед. Потом мы их догнали. Такая, как будто бы, знаете, подходим совершенно все белое. Солнце печет. В тот момент уже мы начали укрываться, потому что поняли, что солнце не щадит никого. И нас привезли на перитовый такой участок, где находят интересные образцы перита. Я сначала к этому, ну, конкретно, само собой, я сначала к этому отнесся немножко скептически. Подумал, что как что-то могло выжить нормальное. То есть, на котором солнце должно было все выжечь и так далее. Но, когда мы пришли уже на точку, начали собирать, я очень-очень удивился. Идут, получается, конкретно перитов, когда ты их колешь, идет радиально-лучистое такое у них строение. И просто выглядит, как медаль. То есть, во все стороны, как, прямо, как, реально, как солнце. То есть, я еще тогда подумал, блин, вот бы их напилить. И получатся такие, прямо, реально, медали. Образцы размеров колоссальных. Конгрессы, которые растворились, да, ну, с мяч баскетбольный, наверное. Таких бы не нашли живых. Но, получается, которые разрушены, видно, что они больших размеров. Вот это все лимонитовое. Это сверху. Но, Гафар копанулся немножко, и там уже пошли нормальные. И ты же брал уже нормальные конгрессы. Вот видите, это просто то, что лежит на поверхности. И там это все образует вот такой вот слой, смотрите. Вот, видите? Вот он идет. Меловые породы, и вот так вот выдержанный слой вот этих вот конгрессий. Вот, просто масштабы. Сколько этих конгрессий. Причем, знаете, их очень легко определить, хороший он или плохой. Но мы знаем, что все перит, там, с ним всякие различные плохие штуки случаются. И с этим тоже могут быть. Их, как нам рассказали, легче всего вымачивать их в спирте. После этого, получается, проблем не должно быть. Но сама точка, именно, какие там периты, и как они колятся, и насколько красиво это, получается, выглядит. У тебя, Дима, есть ли этот... Вот сейчас фотка с этим перитом? Есть, есть, есть. Это просто колоссально. Видите, вот немножко они копнули. Вот эти, которые ржавые, а эти вот свежие выкатили, видишь? Они покрыты только пока пленкой лимонит, этот черный. Вот. А эти уже все, это разложившиеся. И вот просто вот эти интересные формы, видите, выветрание, они стоят, прикрывают их, да? А под ними уже, так сказать, мел... Это прям рыхляк-пухляк. Прям совсем. И вот, смотрите, вот. Вот она разбитая. Целенькая, блестящая. Не больная абсолютно. А вот так вот эти иголочки выглядят, когда уже на поверхность попали. И вот, пожалуйста, их выкат. Таких размеров. Все. То есть, было бы чем копнуть, я бы там, не знаю, я бы жить остался на какое-то время. Потому что и хочется, и колется. Под солнцем много не постоишь. Ну, как сказать, летом я понимаю, что там пекло. Но сейчас было довольно комфортно. Мы ходили, укрывались всем, чем можно, но... Белый фон сильно отражает. И поэтому духотища, конечно, несусветная. Ну, вот Ваня у нас упаковал в случае всех. Вот так вот. И вот тоже, значит, Димыч тоже там, видите, на фоне конкреции. Ну, видно, да, что они вот такие конкреции. То есть, они вот, конечно... И наша задача интересная, если мы еще раз поедем, то пригнать туда, конечно, экскаватор. И что там еще интересно, помимо конкреции этих огромных, потому что я таких вообще никогда не видел. Вот. Там прекрасные, как вот мы ездили на разрез в Тульскую область, вот такого размера, 4-5 сантиметров, кубы и кубок-тайдры, деформированные перита. Вообще обалденные. Вот. Совершенно потрясающе. Ну, вот такая точка перитовая. Ну, она такая была, проходняк, мы там максимум два часа, да? Да. Даже меньше. Туда-сюда, и все, уже надо ехать, уже полные рюкзаки. Да. И вот мы приезжаем на точку, которая известна всем. Это, короче говоря, было самое большое в Советском Союзе разведывание месторождения целестиновых рут. Ауртаж называется. Причем оказалось, что Аур – это значит тяжелый камень, потому что там уже встречается целестин вместе с Боритом. И местное название этого лога, этого места, вот. Там урочище Ушкуя – Ауртаж. То есть, где тяжелый камень. Значит, площадь месторождения, чтобы вы просто представили, 21 квадратный километр. Итак, продолжаем наше путешествие на Мангышлаг. Я вам хочу рассказать впечатление от нас. Представьте, Дмитрий с палкой такой. Серьезный мужчина. И рядом с ним два таких амбала двухметровых, которые с двух сторон его охраняют. Везде мы с ним ходим. И в первое впечатление, я бы немножко, если таких гостей пригласил, я бы немножко даже испугался. Но, конечно, доброта людей, которая там нас поразила, нас поразили отношения к этому ко всему. Но отношение, получается, к неживой природе, оно, конечно, пока от незнания, видимо, или от отсутствия желания даже, оно пока не разогрето никем. И я думаю, что здесь можно сделать такие минералогические туры, которые могут просто взорвать мозг любому минералогу, который туда приедет. И дальше мы сейчас будем рассказывать про различные вещи, которые там находят, которые для нас, для россиян, довольно-таки уникумы. Но там считается это все как-то так, знаете, ну, это что это там, роза пустыня, кто их собирает, кому они нужны. Ой, да, про гипс вообще не говорим. Этого даже не трогали. Потому что там просто слои набитые этим всем делом. Так, ну давайте продолжим про... Да, поедем. Ауртаж. Айперман, вот, другую сторону. Ауртаж. Ну, значит, я сказал, что месторождение, значит, история месторождения такая. Было открыто это месторождение еще в 60-е годы. Бурков очень известный минералок его исследовал. И вообще там всего на Моргешлаке в общей сложности больше десятка месторождений. Вот 8 из них таких вот суперкрупных, которые готовы к эксплуатации. Например, одно из месторождений, куда мы не доехали, просто ввиду отсутствия времени, там, господи, выскочило Хангабаба. Да, вот. Значит, урочище Хангабаба. Ну, представьте себе, неогеновые ракушники, ракушники, да, я думаю, наверняка все в Москве видели Моргешлакский камень, потому что в советское время оттуда везли вагонами напиленный ракушняк. И огромное количество зданий, внутрянки сделано вот таким вот розового цвета, наверняка обращали. Сейчас их почему-то красят краской, а розового цвета ракушняк, декоративный очень красивый камень. А там вот, в районе этой Хангабабы, там слой, представляете, 6-метровый слой ракушника, то есть это, считайте, два этажа, где в каждой раковинке кристаллитет целестин, то есть он полностью пропитан целестином. Вот это месторождение, что с ним случилось? Мы, когда были в 80-е годы, мы это месторождение брали с края, то есть там всегда идет, значит, урочище, то есть идет галимая, так сказать, пустыня, вот это плато и обрывы, глубочайшие, огромные обрывы. Там обрывы от 40 до 80 до 120 метров идут. И мы по верхушкам ходили и вот в этих вот породах собирали, значит, какие-то образцы целестина. В 90-е годы, когда закрылось урановое месторождение, человек по имени Олег, друг Станислава, он его знал хорошо, купил часть техники на этом карьере урановом закрывающемся и организовал свое собственное предприятие. И с 93-го по 95-й год он вот это месторождение доразведал, ауртаж, и сделал такие вот, как бы, снял бульдозером слой, вот то, что сейчас над ребятами, это то, что снято бульдозером. Это просто песок и сделаны такие валы вокруг этого месторождения, да. И фактически вся меризация начинается прямо под слоем вот этого небольшого слоя песка. Но в данном случае он расчистил весь вот этот вот карьер. Вот, посмотрите, как он выглядит. Вот, видите, обваловка, которую он бульдозером снял, так, и вот уже идет, собственно говоря, месторождение, то есть пласты все, вот они. Мы сюда прямо внутрь заехали на машине, вот. Вот, его начал добывать Борит и Целестин. То есть там Целестин встречается совместно с Боритом, который просто вот на этом плато. Мы в свое время, когда собирали там на аурташе этот Целестин, мы на этом плато, наш водитель на 66-м пытался гоняться за сайгатами. Вот, ездил по этому плато, потому что там просто асфальт. И вот теперь это месторождение, вот оно вот так вот лежит абсолютно доступно. И вот, пожалуйста, ребята, в одном месте, значит, вот этих вот пластов, вот начинают раскапывать полости. И вот, пожалуйста, как это выглядит. Видите, да? То есть вот они расчислили, отсюда убрали песчаник. И, пожалуйста, вот она полость. И вот это все что такое? Это все Боритовые, да. Это все сферолит и Борита. Причем, ну, видно, да? Пропорции руки и так далее. Ну и мужики, конечно, навалились. Вот здесь, конечно, пригодилось то, что у нас команда была, конечно, в виде Олега, Вани. Гафара. Гафар там тоже. Ну вот, смотрите, вот мы снимаем вот это вот, снимаем слой вот этого бронирующего там сверху идет. Вот они, ребята, уже все вот это все откидали. Вот Гафар там. Вон, посмотрите, видите, полости. Вот они. Вот полости, да? Вот идет слой. То есть, и сейчас они вот эту вот полость раскапывают. И начинаем мы уже, вот, пожалуйста, образцы первые. А не видите, какого размера. Нам пришлось там еще, мы со Станиславом сидели и, значит, все это дело, значит, препарировали. Там, конечно, надо сидеть отдельно препаратуру. Так мы в свое время с Виктором Ивановичем Степановым работали. Мы с Сашкой Никифоровым там бегали, образцы собирали, а Виктор Иванович сидел, сразу препарировал. Вот, ну вот, пожалуйста. Это вот любимый образец Олега. Он сейчас придет уже. Значит, такие вот штуки, видите, да? Но этой штуки очень интересны. Знаете, чем? Что это не сталактиты и не сталагмиты. Это кристаллектиты. То есть, вот эта штука растет с обратной стороны. То есть, образец перевернут вверх тормашками. То есть, он стоит в полости. И вот это вот, и свод, вот это вот, вверх образца, а это низ образца. Вот здесь он только отпломился от своей штучки. Видите, рожа какая красная. Это вот уже было невозможно, потому что они работали им со спины солнца. А я сидел, смотрел, и у меня, значит, в лицо солнца было. И вот, пожалуйста, вот он опять с этим своим прекрасным образцом. Вот такой вот многослойный. И соседний образец. Это образец уже отобранный сразу для музея Ферсмана. Потому что такого материала у нас нет. Это просто вот плита, вся покрытая вот этими сферолитами. Причем, что интересно, плита, она сама голубая, потому что голубой целестин. И на нем белые вот эти вот шарики барита. Выглядит это, конечно, умопомрачающе. Нежный голубой цвет, особенно если это полость чистая, без окислов и так далее. Нежно-голубой цвет вот этих сфероидов, которые один над другом наросли. И когда это держишь в руках, это прям в коллекцию, любую коллекцию это украсит и будет звездой. Я вам так скажу. Я нигде не видел подобного, чего-либо похожего на данное образование. Я нигде такого не видел. Ни в одной коллекции в России, по крайней мере, я подобного не видел. Ну, вы знаете, я, короче говоря, в тот день нафотографировал и вечером послал фотографии Борису Борисовичу Шкурскому и нашим ребятам, которые участвовали в наших поездках и кто был на урташе в свое время. Борис Борисович сказал однозначно, все обалдели от этого материала, потому что это абсолютно новый материал. И он предположил, что это все термокарст. Потому что вот это вот, здесь как раз разрез, да, вот этот слой песчаника бронирующий, а сразу под ним вот этот слой идет с этими, видите, очень много полостей. Это не потому, что так плохо камни лежат, а просто это действительно полости. Их надо разбирать и разбирать. Ну, это уже к вечеру, ребята, видите, вот сколько они сверху еще таскают, вот образцы наложены, целая куча, вот, и таскают к машине. Вот, видите, какие расчистки сделаны в этом, прям. И вот сам ландшафт, то есть это абсолютно плоское, вот такая вот, так сказать, плоское плато. И вот, пожалуйста, вот здесь хорошо видно, вот, видите, термокарст. То есть, вот он. То есть, идут какие-то растворы, да, нет, это кристаллектиты. То есть, они растут снизу. На сферолитах целестина начинает нарастать сферолит боита. Он уже расщеплен, на нем нарастают еще сферолиты, потом еще ряд сферолитов. И в конце концов это все упирается в верхушку. И получается вот такая штука. Я сейчас, вы сейчас увидите. Ну, вот, пожалуйста, видите полости? Вот они, вот они все эти полости. Вот они убирают бронирующие, вот еще какие-то образцы лежат. Ванке, сколько я ни говорил, Ваня, ноги повредишь себе. Ну, Ваня ходил вот таких вот, значит, в тапочках. Ну, вот, пожалуйста, видно. Это образец, если он достанет у него. Ну, вот, пожалуйста, здесь вот вблизи, это такие чисто полевые фотографии. Вот, посмотрите. У нас-то началась целая боритовая лихорадка, я бы так это назвал. Оторвать людей от полости невозможно. Полость не заканчивается. А люди туда лезут руками, ногами, головами, полностью туда залезают. Поломами, бывалами. Все, что можно туда засунуть, засовывалось, раскачивалось, расшевеливалось, доставалось. Все ахали по новой. И чем дальше, чем глубже, тем больше ахали. В какой-то определенный момент мы поняли, что... Мы хотели еще пару мест посетить в этот день, но поняли, что мы отсюда ни за что не уйдем, потому что это, ну, просто бомба. И решили... Ну, и... Били до конца. Ну, смотрите, вот целестин, пожалуйста. Вот иногда, видите, портится тем, что смыкаются, да, вот такие вот бывают, да. А вот, пожалуйста, боритовый он целиком, вот весь вот из шариков. Вот его низ, а это вверх. То есть это вот такая веточка, которая вот так расширяется, и вся состоит из сферолитов. И вот, вот хорошо видно строение кристаллектита. Вот, смотрите, здесь образец, он как раз правильно сориентирован. Вот, хорошо видно, да, видите, он целестин просвечивает. Хотя бы мы во дворе под навесом снимали. Если вот выставить свет, видите, он даже видно, что он полупрозрачный. Вот этот целестин, и вот на нем уже начинает нарастать вот этот борит. И вот, видите, они как поднимаются вверх, расширяются, и все образуют вот такие вот, так сказать, сферолитовые агрегаты. И вот доходят наверху. Видите, причем вверху есть они очень мелкие. А вот, посмотрите, какая плита для музея Ферсмана. Это вот все такие вот, значит, сферолиты. И вот точка, которую мы расковыряли. Браться куда-то еще идти, что-то еще искать, было невозможно. То есть мы просто с одного места мы взяли все вот эти взятки наши. И вот мы сидим, как раз препарируем, так сказать, пытаемся сократить. Вот хорошая фотография, вот она. Вот такая, посмотрите. Это вот такой высоты. То есть это вот такое образец, такое толщины. Очень тяжелые, они там, не знаю. Тяжеловатые. Ну, Ванька в одиночку таскал их. Да, да. Когда в азарте, ты не чувствуешь ни вес, ни это. У тебя глаза горят. На самом деле материал... Я не любитель такого материала, но все равно у меня загорелось, потому что, ну, это красиво выглядит. Это очень эстетично. Очень нежные цвета. Очень впечатляет глаз. Останавливается на этом, и ты не можешь оторваться от этого. Вот как-то так. Вот, пожалуйста, еще одна полость. Вот здесь, видите, два уровня полости. Верхняя, нижняя вот такая вот форма. Видите, полностью она закрыта вот этими сферолитами. И вот такой грибок здесь. Вот, и здесь тоже, видите, второй уровень. То есть она, не то что она выдержана по всему, она вообще ныряет куда-то, уходит, поднимается. Ну, вот образцы, они вот, они все вот такого размера. И вот это мы все препарировали, все это внизу отбивали. Потом это образец у нас остался один такой грибочек. Вот мы сидим со Стасом как раз. Со временем появилось такое фордовское разделение труда. Кто-то занимается, кто-то таскает образцы, кто-то препарирует, кто-то там копается. Кто уже просто устал и ходит, смотрит еще что-то. Это их карьеров там прилично. Мы только одну точку всего посетили. Я больше чем уверен, что таких полостей там... Ну, это один из лучших образцов. Здесь, видите, опять же, сильное солнце, цветопередача не очень. Но видно по оттенкам, да, слой сферолитов у вас вообще засвечено. Вот это сферолит из Целестина, а это уже сферолиты Борита идут. Вот. Естественно, все это очень тяжелое. Вот такая вот красота, ребят. Это месторождение Ауртаж. Так что зрители наши пусть знают, что есть такое месторождение. Но сколько там можно взять образцов и сколько лет их там можно брать, даже не представляется возможным оценить. Вот. Просто сами масштабы всего этого просто колоссальные. И сами просторы, конечно, многошлака колоссальные. А вот так вот у них выглядит кладбище, да. Как Стас шутил, говорят, казахи в огромном мире чувствуют себя лучше, чем здесь. То есть у них такие мазолеи. Вот. А вот это очень интересно. Видите, стоит бактериан, да, с буковкой К. А знаете, что это значит? Это имя хозяина. То есть они отмечают себя таким вот образом, значит, краской просто по шерсти, значит, рисуют. Вот. И, пожалуйста, вам одиноко пасущийся К. Ну вот один день, вот здесь как раз мы приехали на Бескемпир. Это следующая точка, которая вообще не тронута. То есть там была разведка тоже самоцветчиков. И мы в районе лагеря самоцветчиков. Ор уже весь заплыл, потому что я помню, эти канавы, они были метра три шириной и метр полтора-два глубиной. Сейчас это все полностью сравнялось. Я даже не сразу узнал этот лагерь. И самоцветчики там тоже очень хитро делали. Они делали разведку на тигровый глаз. То есть на гетит. Потому что кварт то встречается, то не встречается. Но учитывая масштабы, то есть вот эта вот штука, это что такое? Это вот идет такой хребтик, где вот сейчас вы увидите. Просто люди шли, кайлой стучали. И когда глухой звук, вот начиналась эта дырочка. Вот дырочка. Потом эту полость они раскопали до размеров вот таких. К сожалению, уже был у них ажиотаж такой. Что, знаете, когда делать нечего, очень много фотографий получается. А когда что-нибудь находишь, уже никто не фотографирует. Да, Олег? Руки грязные. Руки грязные? Ну ты что, скажи. Вот видите. На самом деле, когда туда приезжаешь, там массив, он сделан в виде такой подковы. Само собой, верхние такие аппекальные части, это все как раз железистые руды. Разведка была проведена траншеями, ну и в крест канавами получается. Многие места совершенно не подкопаны, не сделаны. Разведка произведена так, знаете, не детально. Это просто такой поисковая разведка. Находили образцы, получается, с кошачьими вот этими глазами. Интересные, почек очень много различных гетитовых. Но это аналог получается железной горки. Но исключение в том, что железную горку подкопали хорошенько. Ну, то есть, одну часть ее подкопали. А здесь не тронута от слова совсем. То есть, с момента, когда Дмитрий там бывал, так и все и стоит. Вот видите, немножко желтоватый. Это как раз вот это гетит, который становится светло-желтый. То есть, это не лимонит, а гетит именно в виде таких вот. Ну и вот, собственно говоря, чего они взяли с этого места. Там образцы, конечно, они еще покрыты. Этот кварц еще покрыт, значит, кальцитом. Видите, вот он, вот идет кальцит. Но кальцит очень легко снимается, вот этот, так сказать. И вот это все окисломарганцы. Это какие-то марганцевые минералы, которые надо определять. И вот просто, значит, смывом, а потом этой самой, типа, стоматологическая ковырялка. И вот стал такой образец, видите. Вот, образец очень большой. И вот, пожалуйста, разнообразие цветов, это все из этой полости. Вот они, видите, корочки. Вот опять, видите, а здесь у вас засвечено, да? Вот гетит, вот она, оторочка, которая деловая, из которой можно изделие делать. Мы недавно обсуждали, получается, нововведение в отборе образцов. Знаете, появились, получается, эти мойки высокого давления, которые в любом месте ты можешь кинуть в воду, и все, у тебя под большим напором вода все очищает любой образец. Также появились интересные образцы вот этого лазерного очистки от ржавчины. Я не знаю, как они работают именно на каменном сырье, но мне очень интересно, чистят ли вот эти вот лазеры, которые используют ржавчину на металлических поверхностях, как они сработают с камнем? Если кто знает, из людей, которые посмотрят это видео, поделитесь в комментариях. Да, пожалуйста. Надо экспериментировать, чтобы были чистые образцы. Вот это вообще симпатичное образец. Видите, здесь зональность. Значит, одна сторона такая, другая сторона, видите, как набита вся лимонитом. Это все внутри кварцев включения. Вот еще. Вот это, конечно, потрясающе. Это аметисты, когда они отдельно встречаются. Вот. Ну, вот это просто немытый образец. Он еще будет отмываться. Вот здесь, видите, он плотно покрыт вот этой пленкой окислов марганца. Вот там все это вместе, все в одной, как бы, такой кастрюле. Ну, вот зональность хорошо видна. Здесь вот полость с небольшими кристаллами, но хорошо видна зональность самой полости. И, видите, и тоже из одной полости. Но здесь, что интересно, вот эти штучки, это ничто иное, это венечки такие, торчащие гетитовые. То есть на поверхности кристаллов вот эти вот коричневые штучки, вот они, они в виде таких венечков торчат оттуда. Надо очень аккуратно, чтобы не сломать, потому что эти пушки, они могут, их можно щеткой, например, просто взять и снести. Вот. Вот еще одна точка. На эту точку мы не попали. Мы с Олегом уже, московская часть группы упаковывалась, а вот наши махачкалинские друзья, там, кавказские друзья, они остались. И поехали на ту точку, на которую мы не доехали на Уртаж. Вот видите, как выглядят эти обрывы. То есть вот оно, плато идет сверху, ровное. И вот обрывы, вот то, что я говорил, там 40-50 метров. И, соответственно, все целистины, они все вот здесь вот в самом верхнем слое, это, собственно говоря, представляет из себя месторождение. И выглядит это все вот таким макаром. Вот, видите, у самой поверхности вот такие щели. Вот видно образец прямо из щели, он просто отваливается. То есть щель и с обоих сторон идут кристаллы. Но они не такие симпатичные, как вот то, что я показывал Уртаж. Но, в принципе, вот такие вот кристаллики. Встречаются до прозрачных разностей. И это прямо приплость. Вот такие вот, да, образцы именно из этих вот продушин. А, соответственно, можем там идти и смотреть, где больше, где меньше. Но ребята, главное, выполнили то, что задание, что они съездили, посмотрели. А мы как раз в этот момент укладывались. Ну, и преимущество нашей жизни, это то, конечно, как нас хозяева кормили. Мы жили в отдельном доме, где для всех нас были помещения, то есть спальни. Души, два душа в одном доме, в другом доме душ. Баня, вот, так что. И во дворе вот такой вот мангал. И мы во дворе вот под навесом вот таким вот образом мы ужинали. Ну, вы видите, раки. Вот. Один вечер мы кушали раков. А ситра мы уже не снимали. Уха из-за ситра. Да, и уха из-за ситра, и шашлык из-за ситра. И все это дары Каспийского моря, конечно. Ну, в общем, вот так вот мы уже собираемся уезжать домой. Друзья мои, есть вопросы? Ты что хочешь? Я хочу добавить, что мне очень понравились септарии с боритом. То есть, если у нас кавказские септарии, где там, получается, с кольцитом идут, часто видишь на выставках и так далее. Фотографа я не нашел. Да, но там нам показывали, получается, септарии с интересными рисунками, которые заполнены полностью боритом. Я вот взял с собой такой образец, скоро приедет. Я хочу его распилить напополам и сделать, как книжку, получается. Посмотрим, как это будет выглядеть. Также поступлю, наверное, с пиритом. Скреплю в чем-нибудь и поставлю как-то к треугольничкам на долгую-долгую память себе. Еда, которая там, это просто чума. Я первый раз попробовал, на самом деле, осетра. Ну, такого прямо шашлыка. Я пробовал уже осетра, получается, вокруг когда был. Но здесь меня это поразило до глубины души. И также мне очень понравилось место, когда компактный вечер, приятный ветерок, недалеко клеит огонь, хорошая душевная компания. Единственное, что гитара у нас так и не заиграла. Не заиграла. Потому что было столько разговоров, обо всем и так далее. Очень много, да, делились. А самое главное, что море недалеко, понимаете? То есть вы приедете, вы как будто в Крыму, да? То есть ты чувствуешь все время запах моря, дыхание моря. То есть октава стоит на берегу моря. Он весь проветривается. И поэтому, когда выезжаешь из пустыни и туда попадаешь в октаву, там просто получается просто кайф. Я на самом деле очень боюсь солнца, потому что человек северный. Пришлось разрезать носки, натянуть на руки, надеть какую-то ковбойскую шляпу. Шею закрыл полоточком. Выглядело, конечно, немножко несуразно, но фотографии получились. Прекрасно. Ну, никто не смотрит. Потом все, конечно, изговнякались, все в грязи, довольны, все улыбаемся. Сгорали лица у всех. Кожа, ну, там слезла уже за гордость. У меня тоже слезла уже. Но это было одно из уникальных путешествий. Опыт был для меня поразительный. Я такого не встречал в России, по крайней мере, такой геологии. Да. Нет, там, да. Можно вопрос? Я собираюсь быть в Актауу послезавтра. Что интересно посмотреть без машины? Поблизости, совсем рядом, совсем просто. Ну, в Актауу просто выйти на набережную. И пройдите по этим скалам. Это море, пляж и так далее. Там первые объекты начинаются на Тюбка-Рагане. То есть это минимум 70 километров от города. Там, где обрывы начинаются. Там в Актауу, а там низкие обрывы. Там где-то 20-метровые обрывы. Но все равно это впечатлительно. Впечатляет Актауу. И найдите, как у него магазин-то называется? У Стаса. Не помню, надо посмотреть. Короче говоря, может там купить образцов даже. Ну, я не знаю, как оттуда вывозить вы будете отдельно, да? А завтра четное число, да? Сегодня какое число? А, после 24-го. Через Минводы. А, вы через Минводы летите? Ну, вообще, на самом деле, много самолетов есть. И через Минводы, и через Астрахань. Но мы нашли прекрасный аэрофлотский рейс. И нельзя сказать, что... Куда летите? Прямо в Актауу. Шереметьево-Актауу. Там проходишь таможенный контроль, не надо пересаживаться. И цена, в принципе, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть дороже, может быть, да? Вот. Но, в принципе, если брать за месяц, то можно уместиться в 11 тысяч. Минимальная стоимость в одну сторону. То есть 22 тысячи туда-обратно. Не, я просто рядом с Шариком живу, мне... А, из Шарика, да, из Шарика, да. И он ходит через день. Четные туда летят, а нечетные обратно летят самолеты. Как вот в Хибину, в Кировск, ходят через день. Ага. Ну, вот так вот. Вот. Так что я надеюсь, что мы все-таки организуем. Будем мы, наверное, значит, какие-то объявления мы с Артемом поговорим. Значит, и в начале сентября, наверное, будем мы собирать группу. Но там группа ограничена 8 человек. Потому что две машины, один водитель, 4 человека. Ну, как у нас на Урале тоже. Да? Там только Нивы, а здесь Toyota, этот самый, Prado. Я так скажу. Нам не хватало знамени. Развернуть его на Унгазе. Да, да, Артем. С довольными лицами. Нам не хватало знамя и камневедов. Или даже бандан камневедов. Надо нам все-таки давить на руководство нашего прекрасного клуба. Ну, не раздавливать, а все-таки какую-то символику с собой в поля забирать. Чтобы все все знали, что мы камневеды, и мы попали в такие-то места. Маленькие сувенеры хозяйки. Ну, вы знаете, на самом деле, на самом деле. Я собирался еще в прошлом году туда уехать. Но случилось то, что человек, с которым я должен был ехать на его машине... То есть я сначала думал, что я на своей машине доеду до Саратова. В Саратове седу в его машину. Потом мы поем через Казахстанскую границу. Приедем в Актау. А в этом году, может быть, благодаря этому, Татьяна познакомила меня со Стасом. Татьяна, у нас с ней была переписка. И все случилось по-другому. Он говорит, нафига вам надо что-то тащить? Какое снаряжение? У меня все есть. То есть у него все есть. И палатка, потому что он обслуживает вот этих вот палеонтологов зарубежных. И у него как бы такая специализация. Весь инструмент, все, и готовить, и кушать. Он сам с утра и там бешбармак, и чем-то он только не ели. И ели от пуза. А на самом деле на жале не хочется кушать. Поэтому там было все отлично. Какая валюта там на месте входила? ТРГ, вот она, вот ТРГ. Веря, покажи. Ребят, спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтоб ребят не... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ